Кумулятивная дельта по количеству тиков или количеству сделок играет ключевую роль при анализе позиционирования покупателей и продавцов. Если на экстремумах КДК растет, это дает нам информацию, в первую очередь, что с шортами нужно быть очень аккуратными. Так как очень часто после такого набора движение может продлиться дальше на снос стоп-лоссов. В данной ситуации здесь идут предварительные покупки, но более среднесрочного характера. То есть здесь в игру вступают более крупные таймфреймы, дневной график. То есть в данной ситуации идет вовлечение трейдеров, которые работают от 200-дневной скользящей средней. И крупный игрок заранее понимает против кого он будет работать. То есть сначала идет вовлечение, а затем вынос. Здесь мы видим, что на третьей волне снижения, вот первая волна, вторая, вот третья волна снижения, включаются алгоритмы и уже начинают более агрессивно выкупать ликвидность. Очень хорошо это видно по кумулятивной дельте, по количеству тиков. И так же самое это хорошо видно по свечной количественной дельте. Я данные точки отмечаю по максимальным объемам. Ставлю стрелочки, чтобы понимать, что здесь пришли покупки. И главное понимать, что они проходят в абсолютно некомфортных местах. То есть нету никакой остановки. То есть просто на чистом проливе происходит большое количество сделок на покупку. То есть толпой это назвать точно нельзя. Такой анализ позволит вам при входе в сделку быть уверенным в том, что на вашей стороне уже находится крупный игрок. Кроме того, здесь явно просматривается остановка. Как? Вот это лимитный уровень. Он очень четкий. То есть от лимитных уровней зачастую свечи отскакивают и закрываются хвостами. С хвостами. Это очень четко видно. Рынок это чисто работа с вероятностями. То есть тут нету никаких гарантий того, что произойдет движение именно наверх. Но чем больше факторов подтверждения, тем больше вероятность, что реализация данной ситуации произойдет в вашу пользу. Всем хорошего дня. На связи. Пока.